Нижегородские художники вернулись из творческих отпусков, а это означает, что зало выставочного комплекса в 22 раз открыто к посещению зрителей. В осеннем вернисаже участвуют 220 нижегородских авторов и более 400 работ в различных техниках. Экспозиция предшествовал строгий отбор. Никакие послабления не добавляют искусству высоких качеств. И вот эта требовательность, которую предъявляет, скажем, выставочный комитет к отбору работ, мне кажется, она должна оставаться по-прежнему жесткой и тем выше качество тех работ, которые мы будем видеть на этих выставках. Член Союза художников России Владимир Туликов поистине ветеран осеннего вернисажа. С 1987 года каждая осень в выставочном комплексе начинается с его работы. Время от времени художники как бы по-разному относятся и к своему творчеству, и может быть это какой-то, может быть, своеобразный этап его жизни, когда хочется вот показать вот эту природу, которая окружает меня, Ордацкий край, Нижегородский край. Один из разделов выставки посвящен памяти Альбины Петровны Гладышевой. Здесь ее работа и работа ее мужа. Проект посвящен людям разных эпох. Кроме живописи, Альбина Петровна более 20 лет отдала Нижегородскому телевидению. Ее картины, по словам зрителей, наполнены особой литературной энергетикой. Я просто знал ее работу давно. Немножко они вместе с Борисом Кучером, своим мужем, как бы рифмовались в своих работах, работая в стиле некоего наива, наивной живописи. В хорошем смысле этого слова. Выпускники и студенты Нижегородского художественного училища подавали свои работы на отбор наравне с признанными мастерами. С каждым годом молодых авторов становится все больше. Картина Дмитрия Воронова «Сплав» посвящена труду. Димин Папа – сварщик. В планах у художника сделать целую серию подобных работ. Естественно, мне эта тема близка, просто потому что он приходит домой, рассказывает мне об этом. И фактически это своего рода концептуальный такой портрет моего отца, то есть портрет без портрета. Осенний вернисаж – большой праздник для художников. Это некий итог их творчества. И тем он ценнее, что все представленные работы демонстрируются зрителю впервые.